Добрый день, дорогие друзья и посетители канала! Сегодня у меня чудесная возможность поговорить непосредственно с автором той книги, которую я цитировал буквально несколько дней назад. Это уважаемый Оник Кардаш. Он очень открытый человек, очень любезно согласился поговорить. Я думаю, что если даст Бог, у нас будет еще с ним встреча. Но сегодня у нас такая пробная беседа. Барев здесь сириоли Оник. Здравствуйте, дорогой Оник. Я очень рад, что вы согласились на беседу. Хотя мой армянский не очень, но я попытаюсь задать вам вопросы. И надеюсь получить ответы. Конечно, конечно. Пожалуйста. Когда я жил в Карабахе, встречались с людьми, сидим в ресторане с хозяином, смотрим. Люди заходят. И он по их виду и походке говорил, что это ереванцы. Им не доверяй. Это в Карабахе. Карабахцы ереванских не любят. Никакой связи у них нет. Во-первых, это не одно и то же. Два разных народа. Как в Афганистане. В разных углах люди друг друга не признают. И армяне от них не отличаются. В каком году вы были в Карабахе? В 2001 году. 20 лет назад. А когда начался этот конфликт, вы были в Ереване? Утсун-Утин. Утсун-Утин. В 88-м году. 24-го апреля я там был, еще до Сумгаита. Апрель 24-го. Встречался со знаменитыми армянами, с Сильвой Капутыкян. Потом этот карабахский писатель, не помню его имя. Зори Балаян, да, Зори Балаян. Вы встречались с Зорием Балаяном? Да, 24-го. С группой армян. Там был Араш Ирас, сын поэта Шираза. И там были разговоры. Пока не было еще Сумгаита. Там был вопрос, что в Нахчеване армяне убили двух азербайджанцев. Армяне забыли потом про это. С того все началось. Вся эта война и конфликт. Есть политические вещи, которые для меня очень удивительны. Группа людей с Зорием Балаяном едут в Ереван. Договариваются с русскими. Если поможете нам с Карабахом, и мы поможем вам в войне с чеченцами, или с другими мусульманами. Русские армянам помогли тогда. Сами армяне не смогли бы победить Азербайджан. Русские решили, русские помогли армянам. Очень сильно помогли. Оружием, самолетами. Все от русских было. Вы тогда все это видели там? Да, да. В Шуше, например, когда я был, встречал много людей вооруженных. Мой водитель, он был оттуда. Я его называю телохранителем. 80 азербайджанцев он убил там. Камнем брал за голову. Бил, разбивал. Я спрашиваю, как ты это делал? Он сказал, что первый раз очень трудно. Не знаешь, как бить, чтобы разбить голову. Сразу не умирает. А потом, если наловчишься, можешь много так убить. У меня там было много учеников. В воскресенье сажал детей из города Шуша в машину. Мой водитель тоже имел ребенка. Ездили на пикник. Еды не было. Барашка резали, мясо ели. Мальчики и девочки там сидели. 15 человек. Кушали шашлык. Мальчик попросил рассказать отца, как он топором головы отрубал. И он начинал рассказывать. Одновременно едят шашлык и истории слушают такие. Эта нация построена на этих рассказах и историях. Убивать турков. На этих историях. Они там растут. Дети. Я сказал, что при мне такие истории не рассказывай. Я с ума схожу. Но много узнал за 6 месяцев. Те, кто воевали, когда туристы туда приезжали, они рассказывали эти истории. Многие выдумывали все эти героические истории. Те слушали, как били, убивали, разбивали. Вот, мол, настоящие армяне. Постоянно рассказывали эти истории. Это уже как сказки. Люди хвастаются этим. Да. Я был на обедах с людьми из власти. Когда люди из диаспоры приезжали, всегда на обед шли. Все пьют. Такие истории рассказывают. Как избивали, как убивали. А все из-за границы диаспоры пьют и пьют. Так знаешь. То есть там такое зверство. Но для них это национальный вопрос. Зверство и национальный вопрос. Знак равенства. Одно и то же. Да, да. Они взаимосвязаны там. Так что не убежишь. Он говорит, что земля — это моя жизнь. Земля кровью завоевана. Если я буду умирать других, или я умру сам. Без разницы. Ереванские отличались. Они видели мир. А карабахские они были такие. И всегда такими были. Интересно, один день мы пошли, приехали люди из диаспоры. Там один был, который сказал, что вы хайваны, вы воевали с азербайджанцами. Если бы вы с чеченцами воевали, то что бы с вами было там. Потому что они мусульмане. Поэтому армяне русским помогают. Когда русские захотят разобраться с турками, армяне тут как тут. Они готовы. В конце концов, они это и сделали. Знаешь, они продали народ. Зори Балаян. И не подумали, что 200 тысяч армян живут в Азербайджане. Я встречал многих оттуда. У них были рестораны там. Нормально они жили там. И не спросив их вот этот национальный вопрос, но сделали это, не спросив этот народ. Я не о демократии говорю, но хотя бы спросили мнение этих армян из Баку. Они считают себя интеллектуалами. Дня одного не работали руками своими. Не знают, что такое работа вообще. Но это сейчас в мире норма. Здесь у нас тоже один такой по имени Трамп. кто-то открывает, видишь ли, новый путь, собирает последователей, покупает оружие. То же самое все. Хуже всего то, что за эти 20 лет столько плохого там сделали эти карабахцы, что сейчас, если азербайджанцы придут туда и увидят, что все эти мечети, кладбища полностью разбиты и уничтожены, разобранные, я такое видел там с могилами, что мне сейчас стыдно это рассказывать. Мне стыдно, как человеку. Не как армянина, а как человеку. А что вы там такое стыдное видели? Я туда ходил и видел могилы, богатые азербайджанцы. Их могилы, плита там, белый мрамор, по-моему, из Румынии. У богатых было. Голова человека со стороны камня. Они делали отверстия, доставали череп, золотые зубы все вырывали, череп выбрасывали и уходили. Идешь на кладбище, черепа валяются. На всех могилах там отверстия и головы вытащены из могил. Если вдруг азербайджанцы туда придут и если все это увидят, я одно не понял, трупы вытаскивали? Да. На могиле, там, где сторона головы у похороненного, делали отверстие. Пока до головы доходили череп, вытаскивали наружу, вырывали все золотые зубы. Если бы ты это видел, потом... Это не человеческое. Мне присылают люди, как турки, хачкары разрушают. Но я всем говорю, что если ты свое собственное преступление не хочешь замечать, не указывай пальцем на другого. Такие зверства я там видел. Невозможно представить даже. Строение в Шуше. Там лестницы, ступени. Все они из мрамора. Если азербайджанцы туда придут и поднимут эти плиты, то увидят, что эти могильные плиты их родственников... Вы сами видели эти камни? Да я там был во время этой стройки. Это лестница была? Да, лестница. Приблизительно 30-40 камней. Я сам скульптор. Они мне предлагали даже этот мрамор. Какой кусок захочешь, сломаем, принесем тебе. А как они объясняли эти камни? Ведь они из кладбища. Что у них святое что-то было? На одной стороне могильного камня надписи, а на другой ничего нет. Клали вниз надписью. Виден бы только мрамор. А если они его вытащат и поставят так, то увидят, что эти камни умерших из их семей. Там надписи были. Понимаешь? Я вам хочу сказать, что они уже обнаружили это. Они увидели это. Они говорят уже об этом. И это просто ужасно. Теперь для меня стоит вопрос, чтобы снова не было резни из-за этого. Они просто с ума сойдут, если они увидят это. С ума сойдут. Увидят мечети, забитые мусором. Я скажу, я был там две недели, как я там был из шести месяцев. Там с одним известным поэтом нас водили там по Агдаму. Зашел в мечеть и поднялся наверх мечети. Агдам. Я посмотрел оттуда вниз, и мне вспомнилось, как мой отец рассказывал в четыре годика, он во время резни был изгнан. Сверху из мечети я посмотрел, там ведь жили люди 30-40 тысяч. Так же они убегали. И я заплакал. Когда я спустился, тот поэт увидел мои заплаканные глаза, и потом на всех собраниях он мне говорил, ты Брут, тот, кто убил Юлия Цезаря. Был его близким другом. Он меня называл Брутом. Он не мог представить, чтобы армянин плакал о смерти турок. Вы были в Армении, вы были в Карабахе. Как же люди встречали вас там? Как они воспринимали вас тогда, там, в Карабахе, то есть? Многие люди были полностью удивлены, как я остался вообще жив в Шуше, так как в Шуше жило всего тысяча человек. Все они были военными преступниками-убийцами. Они начинали конфликт по любому поводу. У меня был телохранитель с машиной, всегда. Каждый день он был со мной. Тот самый, который убил 80 азербайджанцев. Ко мне не очень могли подходить, чтобы драку устроить. Так же интересно, что несколько раз были ситуации очень конфликтные у меня. Если пройтись по городу Шуша, посмотришь на здание, когда армяне пришли с оружием, захватили этот город, с ними пришли каменщики, что было написано по-арабски на всех зданиях, на источниках воды. Все резцами соскоблили. Там больше нигде нет арабских надписей. Нигде. Все убрали. Я сказал, все, я покину, уеду отсюда. Этим зверстам там нет конца. Многие обиделись на меня и писали мне, что там написано, что это национальный вопрос и тому подобное. Что случится, если вдруг эта книга попадет в руки к азербайджанцам, увидит, какие мы звери. В Америке среди армянских писателей сказали, что я самый правдивый армянский писатель там. Этим рассказом, этим историем, тот, что вам рассказывали эти местные жители там, тот, например, водитель, шофер и другие, как они убивали, как один убил 10 азербайджанцев, 9 азербайджанцев и 10-я была армянская проститутка, женщина. Ужасные истории там. Да, там полно всего этого.